Беда все-таки пришла, когда Персей устроил спортивные игры. На них собрались люди со всей Греции. Тайно приехал и престарелый Акрисий. Ему очень хотелось посмотреть состязание. Он, конечно, не знал, что Персей тоже принял участие в соревнованиях дискобол, метателей диска. И вдруг Акрисий увидел своего внука, прекрасного Персея, который в этот миг метнул могучей рукой бронзовый диск. Вылетел диск за пределы поля и поразил Акрисия. Так сбылось давнее предсказание. Персей очень горевал, что оказался. Иди за нами. И повели Орфею в углу царства Аида, в тени его. Все не сменялись Асмонеллами и Лугами. А темно Асмонеллами и Лугами летал вновь с нас. И увидел Орфею, даже ничего не понимали, Орфею. Безнадежный камень под шейхидруй, альпепирсиси. И провели тени и сонами Лиагра. И да сеет рука своего берега, того самого озера, где стоит по грунту в воде. Под нависающими черными скалы, немучимой вечной жаждой, вечным голодом и вечным страхом. Неблагодарный и нечестительный стандал. Все, что говорили древние предания о царстве Аиды. Все прошло перед глазами Орфея. И страшный трехглавый Кербер. И трехликая богиня ночи Геката Со всею своей взвитой и мимолетным видением Летнувшая, где тогда их плаги, Мящая кровь, тени горгоны и дузы. Через все это прошел Орфей и не повернул обратно. И, наконец, туман расступился. Уступив место роскошному кузову золотых тронов посередине, И самого великого Аида Владыку подземного мира Увидел и сумлявный Орфей. Увидел сидящим на золотом троне сут. Наделил своего любимца Адмета непоборимой силой. И он исполнил эту задачу Белия. Балон служил у Адмета восемь лет. И, окончив срок своей искупающей грех службы, Вернулся в Дейфы. Весну и лето живет Аполлон в Дейфах. Когда же наступают осень, Вянут цветы и листья на деревьях желтеют. Когда близка уже холодная зима, Покрывающая снегом вершину Парнаса, Тогда Аполлон в своей колеснице Запряженными белоснежными лебедями Уносится в незнающую зимы страну гипербореев, В страну вечной весны. Живет он всю зиму. И даже вновь затеренеет все в Дейфах. Когда под живящим дыханием весны Распустятся цветы И пестрым ковром покроют долину Крисы, Возвращается на лебедях Своих златохудрый Аполлон в Дейфы, Провицать людям волю бромовержца Зевса. Тогда в Дейфах празднуют Возвращение бога-провицателя Аполлона Из страны гипербореев. Всю весну и лето живет он в Дейфах. Посещает он и родину свою, Делос, Где у него тоже есть великолепное святейще. Аполлон и Мунзы Но и летом на скволах лесистого Елигона Там, где таинственно журчат священные воды Источника Гиппокрены, И на высоком Парнасе У чистых земли